Пропаганда, репрессии и верхушка власти, потерявшая связь с реальностью. Такие темы затрагивают в сериале «Нулевой пациент» в новом проекте стримингового сервиса «Кинопоиск». Но всё это лишь штрихи эпохи. В центре же сюжета – вспышка ВИЧ в Элисте в 88-м году. Что если спит не только в Элисте? Если он везде. Люди живут с часовой бомбой внутри, и никто этого не знает, и никто ни хрена. По этому поводу не делает. Авторы без пренебрежения говорят о гомосексуальности, проституции и наркомании. А тему ВИЧ поднимают без привычных клише. В итоге «Нулевой пациент» показал лучший старт среди оригинальных проектов за всю историю платформы. В первые три недели его посмотрели больше миллиона человек. «Нулевой пациент» – это на сегодня, наверное, сильнейший российский сериал года. Может быть, он таким и останется. А эта история, которая забавным образом создавалась как ответ пандемии, и на сегодня, кажется, уже рефлексии на совершенно другие темы. И как раз в сериале очень ярко показана культура отмены. Обратите внимание, что те ребята, люди, и родители, и дети, которые оказываются больны, они тут же исключаются и сгоняются из общества. Это очень актуально и злободневно, к сожалению. «Нулевой пациент» – наглядный пример успешного развития российских стриминговых сервисов и всей киноиндустрии в целом. В последнее время фильмы и сериалы отечественного производства все чаще интересовали даже западную аудиторию. Кинокритик Егор Москвитин говорит, что на крупных фестивалях российские картины получали признание и поддержку. Успеха, например, добились Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» и Кантемир Балагов с «Теснотой» и «Дылдой». Его в итоге позвал американский HBO для съемок сериала «The Last of Us». В широком прокате миллиарды рублей собирали такие картины, как «Холоп», «Движение вверх» и «Последний богатырь», конкурировавшие, хоть и внутри страны, с зарубежными блокбастерами. Массовое российское кино прошло длинный путь, начавшийся после распада СССР. А важную роль в его развитии сыграл Фонд кино. Он частично финансировал отечественные картины, а заодно стал аналогом советских цензурных ведомств. В то же время появлению качественных сериалов способствовал выход на рынок российских стриминговых сервисов. В 2018-м недавно созданная платформа «Премьер» выпускает домашний арест Петра Буслова о продажной власти. А «Старт» — киберпанк-триллер «Лучше, чем люди». Вскоре появляются «Кинопоиск» и его «Последний министр», еще одна политическая сатира, а также «Море ТВ» с чиками. Российские зрители, для которых раньше домашний просмотр кино и сериалов ассоциировался с рекламами сетевых казино, стали массово подписываться на легальный контент. Про российский рынок узнали и на Западе. Один только «Стриминг Старт» в свое время смог разблокировать сначала Netflix с сериалом «Лучше, чем люди», потом, если не ошибаюсь, Apple TV с содержанками, и, наконец, Amazon с содержанками, и, наконец, Apple TV с контейнером. То есть, действительно, наши сериалы были востребованы. Это объяснялось самой экономикой современного телевидения, когда американцы хотят видеть истории за рубежа, когда все пытаются завоевать новые аудитории. То есть, мы росли вместе со всем миром, и это было очень и очень приятно. «Стриминги» привлекали тем, что говорили на табуированные темы. Казалось, что цензура в этой сфере, если и есть, то мягче телевизионной. Ярким ее примером долгое время оставалась сцена из сериала «Эпидемия». Там силовики в одном из эпизодов расстреливают мирных граждан в карантинных целях. Сначала серию удалили, а затем вернули. Однако в начале следующей появилась радиосводка. Власти в стране пытаются захватить незаконные вооруженные формирования. Они действуют по всей территории страны, выдавая себя за представителей власти. Но уже в ноябре 2021 года русская служба BBC выяснила, что цензура есть. Стримингом запрещают сотрудничать с актерами, которые, например, поддерживают Алексея Навального. Их обязывают обходить множество тем. В этом списке все очевидно. Нельзя говорить об образе президента Владимира Путина. И стоит быть аккуратнее с религией и ФСБ. В итоге жаловались сценаристы, говорить можно об изменах, женах и алкоголе. И даже несмотря на это платформы все равно росли. Что касается сериалов, и наши платформы задали очень серьезный, хороший, качественный тон. И, собственно, благодаря этому западные платформы, которые тоже заинтересованы, были в российском рынке, тоже обратили на нас внимание. Ну, я имею в виду, как сказать, на российских кинопроизводителей. И заключили достаточно много, ну, немного, но относительно такой ретроспективы, достаточно контрактов. И осуществили производство таких знаковых сериалов с большими бюджетами. Да, действительно так. 21-й год был, наверное, самой, скажем так, надеждой и духоподъемной для российской кинопроизводителей. Ну, в целом. Сейчас будущее всей индустрии выглядит туманным. После начала боевых действий в Украине американские компании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures отменили премьеры в России и свернули свою деятельность в стране. Первыми последствия этого ощутили кинотеатры. Лишившись Бэтмена, Доктора Стрэнджа и фантастических тварей, они потеряли и аудиторию. К июню в стране закрылись 36% кинозалов. В ближайшее время участники рынка ожидают ухудшения ситуации. Поэтому они даже предложили создать госкомпанию для параллельного импорта фильмов. Таким образом, кинотеатрам не пришлось бы нарушать закон об авторском праве. Ситуация сложная. Мы с ней работаем. Мы, я имею в виду, отрасль. У нас есть отраслевая организация, ассоциация продюсеров кино и телевидения Российской Федерации, которая, в общем-то, занимается тем, что, находясь в диалоге с государством, с отраслевыми структурами, мы пытаемся выстроить какие-то схемы помощи отрасли, если это необходимо. Иностранные студии занимались не только прокатом, но снимали свои картины в России. Того же «Последнего богатыря» сделали при участии Диснея. Теперь все проекты заморожены. Но их названия многие компании не раскрывают. О съемках в России публично говорил, например, Netflix. Платформа планировала выпустить сразу четыре проекта. Один из них «Зато Дарья Жук», а еще неназванное шоу с Александром Петровым. В начале марта все сериалы отправили на полку. Сейчас ушли практически 80% рекламодателей с российского рынка. Это пипец. Это пипец. Это вообще. То есть больше ничего нет. Там поговаривают о том, что какие-то контракты заключены еще в прошлом году. А в прошлом году они вернутся. Но это, знаешь, это такое... Денька, дайте денег. Ну вот. Это не бизнес, это такая клянча не будет. Российские производители уже сталкиваются и с ростом цен. Как отмечают в Кинопоиске, на рынке пока не понимают, как сильно вырастет стоимость съемок. Поэтому уже закладывают плюс 20% к прежним бюджетам. На помощь индустрии идет государство. Тем же кинотеатром правительство Москвы компенсирует затраты на покупку российских фильмов. Мастерам кино власти тоже обещают помогать. Деньги выделят из федерального бюджета целых 5,5 миллиардов рублей. На произвол судьбы режиссеров не оставят даже столичные власти. Мэрия Москвы тоже обещает частично компенсировать затраты на съемки на улицах и площадях города. Но обещанного, как известно, надо ждать и не один год. Чиновники даже предложили инициативу, по которой стриминги через суд могли получить принудительную лицензию на контент из недружественных стран. Против этого выступили сами платформы. Все контракты между иностранными правообладателями и российскими стримингами обычно заключаются на год. И пока мы этого не замечаем, но где-то в сентябре или к Новому году на всех стримингах исчезнут Гарри Поттер и Бастильный колец. То есть те вещи, которые мы привыкли смотреть нон-стоп. Эксперты говорят, что массовое кино и раньше сильно зависело от государственных денег. Поэтому в этом вопросе вряд ли что-то кардинально изменится. Не упадет, скорее всего, и качество фильмов. Тяжелее придется авторскому кино, которое, по мнению Быкова, перейдет в крайние формы эзопового языка. Все равно что-то останется, какие-то проблемы будут обсуждаться. Именно в контексте создания контента за деньги Минкульта. Но, скажем, такого проблемного, критического по отношению к внутренней реальности. Не знаю, там детдома, престарелые, как сказать, дома, люди обездоленные. Как бы игнорировать вообще проблематику социальную внутри страны невозможно. Но это надо очень жестко и быстро переходить в режим Северной Кореи. Снимать авторские картины будут с ощущением колпака, считает Быков. То есть сказать свое собственное слово без оглядки режиссеры не смогут. Ориентироваться на западные фестивали теперь тоже трудно. В том числе и из-за возможных запретов в России. Что касается стримингов, то, как говорит Москвитин, вопрос в том, как быстро для них все изменится, остается открытым. Пока же они работают на старых запасах. Я думаю, что требуется года два-три на то, чтобы действительно изменилась какая-то драматургия. И поскольку на два-три года сейчас никто не загадывает, то можно об этом, по крайней мере, стараться не думать. Как герои на львов пациента не думают о том, что они могут умереть. Вот я родился в 81-м году, учитывая, что я был тогда еще очень маленьким, но все-таки главный фильм моей юности, моего детства «Курьер» вышел уже в 86-м. А такая очень такая была крутая, критическая по отношению к старым, даже не установкам, а про отцам, да, картина. Она уже была в 86-м году. Получается, все 80-е по большому счету были в повестке гласности, перестройки. Естественно, 90-е и нулевые, уже даже подзакрученные, но все-таки жирные. Они тоже были достаточно такие псевдолиберальные. Вот к 41-му году я, прожив 40 лет, к 41-му году я попал в совершенно другую реальность, в которой, наверное, придется жить и как-то осваиваться. А может быть не придется, не знаю. Александр Павлов, Дмитрий Хайтовский, Леонид Бабков, Сергей Антонов, Евгений Борзых и Евгений Пушкин. Для новых итогов. Субтитры создавал DimaTorzok